Итак, дорогие друзья, добро пожаловать в продолжение обсуждения глагола. После пассивной формы мы приступаем к глаголам местоименным. Да, это не возвратные глаголы, как их мы обычно обозначаем, а местоименные глаголы. Здесь мы поговорим об этом в деталях. Основной акцент этой темы будет лежать на согласовании причастия прошедшего времени «participe passé» с дополнениями или с подлежащими. Давайте выполним задание первого упражнения. Поставьте глаголы «в настоящее время» и «futur simple». Начнем с того, что я все девять фраз поставлю в «present». Далее то же самое я сделаю «futur simple». «Je me peigne avec ce peigne». «Elle se sent très seule ici». «Tu t'arrête ici». «Nous nous lavons à l'eau chaude». «Il se couche tout». «Vous reposez mal». «Nous nous dirigeons vers la sortie». «J'espère que tout se passe très bien pour vous». «Nous nous souvenons avec plaisir de ce beau voyage». «Futur simple». «Je me peignerai avec ce peigne». «Elle se sentira très seule ici». «Tu t'arrêteras ici». «Nous nous laverons à l'eau chaude». «Ils se coucheront tôt». «Vous reposerez mal». «Nous nous dirigerons vers la sortie». «J'espère que tout se passera très bien pour vous». «J'espère que tout se passera très bien pour vous». «Nous nous souviendrons avec plaisir de ce beau voyage». Далее то же самое в «passer composé». Здесь перед нами встанет вопрос согласования «participé passé». Я буду комментировать окончание. «Tu t'aime moquer de tout le monde». Здесь ничего комментировать, так как единственное число. Обычно, естественно, обозначение в виде «e» на конце или в виде «es» после «e accent aigu» и других «participé passé» возникает, когда есть, соответственно, женский род и множное число. «Eль сей ревелетар», «напел бердис», «после ревелет» с «э accent aigu», «будет «e», на конце или «эль сей ревелетар». «Эль сей ревелетар», «эль птаншенский родце», «ву савае». «Vous не вы êtes pas trompé», «есне канца». «Je me suis bien reposé». «Nous ne nous sommes jamais baignés», «есне канца». «Dans cette rivière, nous nous sommes mis à rire», «à l'entendant parler». «Tu t'es couché trop tard». «Je ne me suis pas encore habitué à vivre seul à la campagne». Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Купи себе что-нибудь Когда ты болен, то нужно о себе позаботиться Вы не боитесь ломать себе шею А теперь поставим ПОСЕК 있나? Видимо, для того, чтобы проверить, как мы поняли, правила согласования ПОСЕК о котором я говорил чуть ранее. Давайте сделаем это. Как-то раз она поранила себе палец до кости. Понятно, что И потому, естественно, здесь не будет на конце ничего. Маленький секрет французской грамматики. Если во фразе есть прямое дополнение, вот такое вот, ну то есть, видите, никакого а, никакого другого предлога здесь нет, тогда в этой фразе может быть только косвенное дополнение. Если вообще будет что-то, то это будет косвенное. Не может быть в одной фразе два прямых или два косвенных. Поэтому le droit прямое дополнение, а здесь, видимо, косвенное. Поэтому согласования не будет с косвенным дополнением. Elle s'écoupait le droit jusqu'à l'os. Elle s'écoupait le sang-coul. Здесь будет, потому что не будет никакого косвенного. Она порезала себя. Elle a coupé elle-même. Elle s'écoupait. Опять же, elle s'écoupait le sang-coul. Понятно, что не будет согласования, потому что вот оно, прямое дополнение. А это, соответственно, косвенное. Elle s'écoupait la main. Опять, вот здесь вот косвенное, здесь прямое согласование не будет. Опять же, да, здесь будет согласование, потому что никакого прямого дополнения, до ворот, никакого косвенного дополнения, прямое, да, потому что всегда можно проверить. Всегда можно проверить прямое, или косвенное через замену вот этого местоимения на соответствующее местоимение в виде существительного, представив это местоимение в виде существительного. Они вытерли самих себя. Они вытерлись, это значит, они вытерли самих себя, и вместо самих себя вот здесь все стоит будет. Получается, elle s'écoupait le sang-coul, Она протерла глаза, естественно, не будет согласования, вот оно, прямое, это косвенность, с косвенным не будет. Elle se casse la jambe, согласование не будет. Elle se reveille, elle se frotte les yeux, здесь согласование «e» на конце, здесь не будет согласования. По тем же правилам все время. Elle se sarie la jupe, не будет согласования. Ou est-ce qu'elle serie comme ça, будет «e» на конце, после «и». И, естественно, вот здесь, так как это она сделала по отношению к самой себе, сделаем перевод. Elle s'est lavée vite et s'est peignée, здесь согласование «e» на конце. «Je suis sûr qu'ils ne se sont pas lavés les mains, не будет согласование». Elle s'est coupée le doigt. «Кон elle taillait le crayon, не будет». «Qu'est-ce, donc, de quoi s'est-elle coupée?» «Е» на конце. «E'에», «elle «s'est» трончée un grand morceau de pin noir. «Не будет», потому что тань. «E'». 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 «Э'». « ANY» «Ниально». «И». « stone». «Не будет». «Не. «Сそよ». «Не.Brien». «Не. «是這樣». «Не. «Te senator». Здесь, здесь, здесь. Avant d'entrer, ils se sont soigneusement essuyés les pieds. Естественно, не будет, потому что les pieds не будут так с вами. Avant le déjeuner, ils se sont baignés encore une fois. Elle se l'expliquait autrement. Не будет так с вами. Первое впечатление. Elle a expliqué ça elle-même. Elle se l'expliquait autrement. Или, elle a expliqué ça à elle-même. Elle se l'expliquait ça autrement. Je ne me le suis jamais pardonné. То же не будет никакого сегасавания. Потому что, pardonné à quelqu'un. А спускаться с лесницей? А спускаться с лесницей? Donc, en descendant l'escalier, elle se cassait la jambe. Elle se cassait la jambe, тоже не будет согласований. Она обещала себе. Elle s'est promis de ne plus téléphoner à cet homme. Естественно, она тоже не будет никакого согласования. Elle s'est promis Elle s'est promis à elle-même. Хорошо. Далее поговорим о глаголах, которые являются взаимовозвратными. Ну, то есть, смысл этих глаголов направляется в одну и в другую сторону одновременно. Давайте проанализируем. Ils se rencontrent et font semblant de ne pas se connaître. Они встречаются и делают вид, что они друг друга не знают. Встречаются и друг друга. В данном случае я говорю вместо того, чтобы переводить, не знаются. Я буду говорить, конечно, более корректно по-русски. Не знают друг друга, но смысл этого не меняется. On ne pouvait pas les distinguer l'une de l'autre tant elles se ressemblées. И нельзя было отличить одну от другой. Настолько они были похожи. Можно сказать друг на друга, но необязательно. Обратите внимание, здесь об этом тоже в правиле говорится. Понятно, что «ils se sont battus». «Snkc» будет понятно, потому что опять «elle a battue l'une de l'autre». Дальше «elles se sont regardées l'une de l'autre». Но если появляется «la main», то согласования не будет. «ils se sont serré la main», «ils se sont souri» тоже не будет. Понятно. И вот здесь говорится о том, что смысл взаимовозвратный, может быть, подчеркнут словами. Ну, то есть настоять на этом смысле можно через слова un l'autre, один другому, les en les autres, один другим, entre, между собой. Например, они больше друг друга не покидают. Ils ne se quittent plus l'un l'autre. Elles se disent l'une à l'autre toutes leurs pensées. Естественно, что друг другу можно не добавлять необязательно. Можно было бы эту фразу передать ей «elles se disent toutes leurs pensées». Смысл был бы такой же. Это «l'une à l'autre». Соответственно, même en se parlant à l'oreille, on ne pouvait pas s'entendre. И даже говоря «na uche», «na uche», нельзя было услышать друг друга. Можно услышать. «Ils se méprisent et se détestent». Да, они презирают друг друга и ненавидят друг друга. Очень красиво. «Ils ne se disent plus rien, mais ils se comprennent». Они друг другу больше ничего не говорят, но они понимают друг друга. Про супружескую пару со стажем 50 лет. Ясно, что друг друга можно не добавлять. «Ils ne s'aimés pas et n'écrivés pas et n'arrivaient pas sur le cachet». Они не любили друг друга. Вот здесь никак не иначе. «Els n'arrivaient pas sur le cachet» и у них не получалось никак этого спрятать. Очень мило. Но тоже не будет, естественно, никакой возможности сказать иначе. И у них не получалось друг от друга это спрятать. Вот друг от друга, друг друга. Да, для французов в отсутствии падежей это будет одинаково. Давайте сделаем согласование с партисипацией в скобках. «Els se sont connues à l'université». Они познакомились в университете. «Es» на конце. «Es» на конце, естественно, после «connu». «Els se sont connues à l'université». «A tous se sont regardés avec inquietude». Все посмотрели друг на друга с беспокойством. «Es» на конце. «Els se sont донуиеў не уTr receber на контину». «Els донуи heads нам ненана не у moreна нега��另外си», а дальше без этой существительной люди здесь стоит, чем более случаяostat всяка согласование. «П leaks евросование», там, цель не будет, «четверси End forgetсетар и наши бывали» от первого дополнения как минимум. «НоI мы Fiona видели на транќи��, Естественно, что это не конец. Они сняли промышленные, но они не тянут их. Они сняли промышленные, что не будет совы с вами. Почему? Потому что... Прямое дополнение, пожалуйста. «Ли троих друзей не сняли, что будет совы с вами. Потому что они сняли не сняли, что не будет совы с вами». Это конец. Далее. «Ли троих друзей не сняли, что будет совы с вами». Потому что ль троих друзей как минимум. Дальше переводим на французский. «Или сняли очень часто ль к другу». Можно «или сняли очень часто». Они еще не сказали друг к другу, но они поняли друг к другу. «Или не сняли, что они сняли, что они сняли». Не добавилось здесь ль к другу. Не обязательно. Соответственно, «ils ne se sont rien dit», «mais ils se sont compris». Соответственно, «ils ne se sont rien dit», «не будет никаких согласований», «ils se sont compris» и «понят». Когда мы вновь увиделись, никто не вспоминал больше об этой истории. «Quand nous sommes revus, personne ne se souvenait plus de cette dispute». Эти версии не противоречат друг другу, ces versions ne se contredisent pas l'une à l'autre. Можно так, можно просто. Они пожали друг другу руку и разошлись. «Ils se sont serrés la main et se sont quittés». «Se sont serrés la main, ничего не будет, естественно, согласований. Разошлись, se sont quittés, будет с на конце. Мы не сказали друг другу ни слова. «Nous ne nous sommes pas dit un mot». Естественно, не будет согласований, это же «un mot», например. Они понимают друг другу с полуслова. «Ils se comprennent à demi-mot». Они плохо слышали друг другу зашума царившего в зале. «Ils с'entendaient мал а козь ду бруи ки рене дан ла сал. «Ани посавятались друг другу, мы решили не уступать». «Ils se sont consulter l'un l'autre». И, естественно, «se consulter» советуются друг другу. «Ils se sont consulter l'un l'autre». Поэтому будет согласование с прямым дополнением «se » на конце. Ну, может, если, допустим, используя глагол «se consulter», 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 «se consulter». «Consulter quelqu'un», «se consulter» «se consulter» «se consulter» «se consulter». «Если будет глагол «conseulter», допустим, здесь переводить, тогда «ils se sont consulter», «не будет садасований». «Ils решили не уступать». «Els ont décidé de ne pas céder». «Мне больше смотрели друг на друга». «Nous nous regardions silencieusement l'un l'autre». «Если, что вы опять подрались, строго сказала «Julietta», «je vois que вы vous êtes rebattu», «a dit северно Julietta». «Стен будет rebattu, это на конце, потому что, battre l'un l'autre». «Они обещали ничего друг от друга не скрывать». «Ils se sont promis de ne rien se cacher». «Хорошо». «Здесь тоже никаких согласований на конце, понятно». «А теперь поговорим о местоименных глаголах, которые являются невозвратными». «Здесь очень забавно, что есть такие глаголы, которые имеют два типа этих глаголов, невозвратных местоименных бывает. Это глаголы, которые бывают только в местоименной форме. То есть, иначе говоря, «se crier» не бывает «e crier», «sous souvenir» не бывает «sounir», «se moquer» не бывает «moquer». Только эти глаголы существуют в единственном числе. Вскрикивать, вспоминать, насмехаться, убегать, подниматься в воздух, уходить, быть насторожен, не доверять. И глаголы, которые бывают в двух формах – и вместоименной, и неместоименной. Например, глагол «jeter» может быть «je se jeter», а «tromper» – «sous tromper». Однако они часто бывают, имеют разные значения. Например, «tromper» – это «изменять», «обманывать», «sous tromper» – это «ошибаться». Но это, по большому счету, напоминаю вам все эти такие детали, которые не сложны на уровне понимания, даже если мы все эти четыре категории вместоименных глаголов обзовем возвратными. Не сильно ошибемся на уровне смысла. Практика здесь нас никак не подведет, потому что, на самом деле, за редким исключением, может быть, на самом деле «tromper» – «изменять», а «se tromper» – «ошибаться», ну, по большому счету, «ошибаться» – это и есть «изменять себе», то есть «подводить себя». Понятно. «Sue duté» – может быть, будет отличаться вот за тем исключением. «Duté» – сомневаться, а «sue duté» – подозревать. Понятно, что написано, что «participatie», 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 «прочайся» в прошлом времени двух этих групп, вот этих иместоименных, и те, которые не имеют иместоименной формы, они будут согласовываться с подлежащим. Такая традиционная ситуация достаточно. Так, хорошо. Теперь по поводу переводов на русский. «Иллсон плэн ду наваар пас етэ комприс». «Ани жалутся, что их не поняли». «Ли оазоу се с деја овуалей верле пейшо», «птиц ошелу тілефть јо плестран». «Иллсон плэн ду н н у сом троўн його эпојдіј, неспасе туј працију. «Ли оазоу се с деја овуалей верле пейшо». «на шоја этэ с деја процеја. Маш хто на сне оспирид главнам фројдъм. Охе на сне оспирид главнам фројдум». «Озоу с ёој «соју се сареја овуалей» Мы всегда были в подозрении, что она не говорила нам всю правду. Я сделал перевод, однако не сделал комментариев. Здесь они просят некоторое наблюдение высказать. Давайте выскажем. Понятно, что они пожаловались на глагол. Глагол, местоименный глагол, который сам по себе имеет смысл невозвратности. Такие глаголы особенного смысла. Как и птицы, которые улетели. Мы по-русски говорим улетели, хотя по-французски они будут в форме passé-композе. В настоящем времени тоже используются возвратным. Казалось бы, с этим местоимением, которое кажется возвратным. Однако по-русски мы улетели, говорим. Естественно, что надо об этом помнить. Хотя бы вот такие два предложения. Вооружитесь. Давайте переводим теперь на французский. Все птицы уже улетели. Tous les oiseaux se sont déjà envolé. Понятно, с на конце птицы. Дети убежали, завидев собаку. Les enfants se sont enfуи, с на конце, ayant vu un chien. Она вовремя вспомнила, что не послала телеграмму. Elle se souvenue, tant qu'elle n'avait pas envoyé le telegram. Естественно, что elle se souvenue, и на конце. Мы никогда об этом не подозревали. Nous ne nous sommes jamais doutés de cela. Nous nous en sommes jamais doutés. Понятно, да? Естественно, на конце. Nous ne nous en sommes jamais doutés. Она слишком зло посмеялась над нами. Elle se moquait trop méchamment de nous. Естественно, elle на конце. Я их позвонил, но они не обернулись, вероятно, они не услышали. Я их позвонил, но они не вернулись, но они не вернулись. Probablemente, они не услышали. Получив Телеграм, мы послушали претить, претендовать вас обухать. Мы послушали претендовать Телеграм, мы осуществлен мы за ним. Кто открыл дверь? Кто открыл дверь? Person? Она открылась самодельно. Понятно, что она открыл, а она открыл. Теперь поговорим о виде глаголов, которые даются глаголу страдательного значения. Третий вид глаголов, четвертый вид глаголов, точнее, вместоименных глаголов страдательного значения, глаголов пассивного залога, можно сказать, смысла пассивного. Естественно, также происходит согласование с «partisipassé», и эти глаголы очень неплохо переводятся по-русски вот такими словами, как «читается», «виднеется» и так далее. Давайте перевьем на русский. Le bruit de l'horloge s'entendait à peine, шум на стене башни слышался едва, il y a des questions qui se ne se pose pas, есть вопросы, которые не поднимаются, la mer s'apercevait de loin, il se délique à la vie de l'os mori, la salle se vidait lentement, аудитория медленно пустела, rappelez-vous que l'histoire ne se répète pas, вспомните, что история не повторяется, la maison se construise vite maintenant, сегодня дома строятся быстро, la soudimisla ne se fait pas, так говорится, но так не делается. «Се гато се консервы плюсур жур, и теперь уже не готовятся, хранятся несколько дней». Теперь давайте заместим сформацией, используем с теми глагол в пассивном смысле. «Мнеста, он транспорте маршандизе пар авион, можно сказать, что «се маршандизе се транспорте пар авион», так далее. «Сатесна, la rivière, se voyait à travers les arbres. Le bruit du moteur s'entendait de loin. Ce mot se prononce de plusieurs manières. Maintenant, ce voyage se fait en deux heures. Ça se dit souvent. L'exposition s'est ouverte la semaine passée. Cette expression s'emploie dans le langage familier. Cette question ne se pose pas. «Но и сатесна, теперь на русский, на французский переводим». «Cela se répétait chaque jour. Cette fleur se rencontre partout. Ce mot se prononce autrement. Ce livre se lit avec intérêt. Comment ces verbes s'écrivent-ils? Les portes s'ouvraient et se fermaient avec bruit. Comment cette expression se traduit-t-elle? Cette lettre s'est perdue. Cette expression ne s'emploie plus dans le langage contemporain. Vous allez vite retrouver ce magasin. Vous allez vite trouver ce magasin. Il se voit de loin. La fatigue se lisait sur tous les visages. A теперь, переведем на русский. Et уточним еще le sens de ces mystémenes de глагол. Des spectateurs se levaient pour se saluer, se seraient la main. La plupart d'entre eux se connaissaient. «Зрители вставали, чтобы поприветствовать друг друга, пожать друг другу руку. Большинство из них знало друг друга. Соответственно, зрители вставали. Мы говорим о том, что это везде местременный глагол. В данном случае, это глагол возвратный. Возвратный глагол. Ils ne croyaient pas que cela pouvait se voir de si loin. И он не знал, он не верил, что это можно было увидеть настолько издалека. Нужно было увидеть издалека. Соответственно, «se voir» глагол страдательного значения. Ils se voyaient une ou deux fois par an. Они виделись два, один-два раза в год. Соответственно, опять, взаимовозвратные глаголы. Их легко определить, потому что вы можете добавить один другого. Если добавляете «подходит хорошо», значит, это взаимовозвратный глагол. Поэтому называется «взаимовозвратный». Tout à coup, elle se vit une voie sise au bord de la mer. И вдруг она опять сидела, увидела себя дословно «сидящей на берегу моря». Ну, так по-русски мы не говорим, она увидела себя «сидящей». И, скажем, вдруг она опять оказалась на берегу моря. Ну, естественно, что глагол «se voir», мы будем говорить, потому что это глагол «возвратный». Понятно. Enfin, они решили объясниться. Друг другу объяснить, опять взаимовозвратный. Если она с'explique bien facilement, это объясняется достаточно легко. Глагол стадательного значения, «на сон спасиф». Естественно, что «экспликер аль-мэмэм». Возвратный глагол, она вспомнила совет своего папы. И, естественно, здесь будет возвратный глагол. «Сювенир», мы говорим, точнее, невозвратный глагол, невозвратный глагол, местоименный. «Сон репортаж и сюрикам роман д'авентюр». Его репортаж, что одинаково переводится, читается как «проключенческий роман». Естественно, что читается, это глагол пассивного смысла, настрадательного значения. «Или сё листу жур тут ля ляль». Они друг другу читают все письма. И понятно, что опять взаимовозвратный глагол «сё ли их». А теперь проделаем это упражнение, это финальное упражнение. Поставим по секунду позже, во-первых, глаголы, которые указаны, и согласовываем, если есть необходимость. Соответственно, и оправдаем это согласование. Давайте займемся этим тремя действиями. Естественно, этот глагол будет возвратным, «сёкскюзе» на конце, согласование с «эл». «Les branches des arbres se sont couvertes de feuilles». Покрылись, естественно. «Branche» будет couverte, «эс» на конце. Ничто не мешает нам согласовать этот возвратный глагол. «Вроде чтись подлежащим les branches». «Элла сетесуея la bouche avec son mouchoir». «Сетесуе la bouche». Понятно, что согласования не будет, потому что прямое дополнение стоит. «Кан ну, ну, сом, рову, ну, не, ну, сом, па, рекону». Когда мы увиделись вновь, то, естественно, «эс» на конце. «Ну, ну, ну, сом, па, рекону, эс» на конце. Везде обычные глаголы, взаимовозвратные, которые будут иметь необходимость согласования. «Или сусонтэнфуи» «а тут жамбе». Они убежали со всех ног. Понятно, что будет окончание «эс». Глагол невозвратный, вместо именно глагол будет иметь необходимость согласования. «С» на конце. «Элла сет версен вердо». Не будет согласования, потому что «вердо» – прямое дополнение. «Или сусонтаперсуи» Заметили себя в зеркало, «эс» на конце. «Элла сет аперсюю», «элла сет аперсюю». «Элла сет аперсюю». Понятно, что здесь не будет глагола «саперсювар». В общем, будет, конечно, согласование. Глагол «саперсювар» существует отдельно, и на русский язык переводится как невозвратный глагол «замечать». Она заметила. «Элла сет аперсюю» на конце, «элла сет аперсюю». Понятно, то же самое. Здесь «эс» на конце, глагол «саперсювар». Здесь «элла сет аперсюю». Это типичный невозвратный глагол, обязательно согласование. При нем нужно делать. «Алфаин» «Или сусонтаперсю», «эс» на конце, «вновь». «Эс» «сусонтаперсю». «Жетей лин вверлут». «Эс» на конце — согласование взаимовозвратных глаголов%. «Лез зоизу» «сусонтаперсю», «вновь» «эс» на конце, «невозвратных глагол». Нет, понятно, что здесь будет хотя глагол я его прокомментировал как взаимовозвратный, но на самом деле стоит заметить, что возвратный глагол «сусор», он невозвратный, мы с этим на новый 해제а… «лезоизу» «сусонтаперсю», «этаперсю». «Элла сусонтаперсю», в яблоке и утащились. И утащились в яблоке своиound rivals. Пройдут моторы краю саны Д telescopic. Удивая гонка ваша юбки. УтяжительУвала prayed. Мы всегда говорили себе всё, «с» на конце, после «ди», ну, pardon, какая «с» на конце? Зачем? Нет, конечно. Никакого «ди», потому что, во-первых, «tu», во-вторых, «ди» сам по себе не может иметь согласование, потому что это косвенное дополнение. Ну, завон «ди» а ну-мэм, понятно? «Лэй гарсон, шоу шоу бэтю», «с» на конце «эс», «с» «соу шоу фэй бэку де мэл», а вот «соу фэй бэку де мэл», нет, на конце ничего, потому что бэку де мэл, понятно? Ещё, можно сказать, по причине того, что «собэт» тут растут, они сражались сопротивлений, естественно, что обычный возвратный глагол, «с» на конце «эс», «тэсорт con» И на этом все. Дальше будем переходить уже к наклонениям и начнем разрабатывать наклонения изъявительные.